Сегодня первый день тестов в режиме автопилота Адрик Олега и Виктор Прокопчук на поле Чайка Киевской области. Облет полного комплекта нашего Варлока, заряженного с маконгом. Полет по точкам в автономном режиме. Мы сидим в машине, на улицу выведем экран, который показывает телеметрию. Копка стоит чуть дальше. Запускаем программу наземной станции. Ты пока создаем миссию. Коптерская. А что там так? Ну, чтобы было видно, где коптерская. Так, вот наш Варлок. Укомплектован буклонгом, камерой, передатчиком. Готов к полету. Вот, в принципе, все видно. 12 спутников. Там напряжение, вся тему отрезана. Окей. Поехали. Так, я запускаю, запустил теперь мне программу, подключился к контроллеру. Запускаю эдитор. Передо мной менюшка. Говорю, создать новую миссию. Вот, добавляю первую точку. Первая точка будет, где-то у нас, к сожалению, нет интернета, поэтому мы ставим слепую. Первая точка будет с высотой 25 метров. Так, отдаление небольшое, метров 20 от объекта. Вот, и переходим к второй точке. Нажимаем плюсик. Вторая точка будет параллельно первой, с отдалением на 17 метров. Вот, нам звонит, высота тоже 25 метров, не, можно там его поставить, 25, так, третья точка будет с отдалением от первой точки, добавляю кресик, вот, вот так вот. Высота 25 метров, вот, и третья точка, четвёртая точка, ну, четвёртая точка, давай вот здесь её провести, вот, и обратно тоже вернулся, давай позже, я сейчас не буду. Третья точка вот здесь вот будет, высота 40 метров. Ман, ну давай не сейчас, ничего за манеру, всё, давай. Вот, плюсик, и вот он, потом мы перелетаем на четвёртую точку с высотой, опускаемся до 30 метров, вот, и конец маршрута, я понимаю, это зелёная точка, которую я называл полпоитом. Да. Вот, загружаю миссию носитель, вот, окей, нажимаем. Нет, давайте ещё, ещё я предлагаю какой-нибудь промежуточной точке, а второй там я летаю, самолётчики, сказать ему, чтобы он дольше чуть повисел. Полпоитом поставим 10 секунд. Так, теперь загружаю миссию, проверяю, что у нас ошибок нету никаких. Мы насчитали 5 точек, включаю на любую. Нажимаю ОК и уговорю ему любой. У нас включен ручной режим. Всё, включаем. Переходим в такой режим. Режим GPS и здесь, в середине. Так, моторы запустились, да. Улетел уже. Улетел. Так, высота у нас, по телеметрии, показана 6 метров. Улетел. 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 Да, конечно. Так, первая точка у нас была показана. Ладно, закрою, наверное, эдитор. Говорит, чтоб ты стики поправил на среднее положение. Так. Вот у нас оптер развернулся на первой точке и идёт параллельно тому маршруту, который мы бы сдавали, к самолётчикам. Если посмотреть на карту на компьютере, то, в общем-то, он так и идёт, у нас на этой точке. Ну, планиристы, на глазу, очень. Видите? На всякий случай руки на пульте. Вот он почти уже дошёл до второй точки. Здесь он развернётся, и у него должен быть тайм-аут подвесений. Не, а, на следующей точке тайм-аут. То есть он сейчас будет отходить от нас по треугольнику. Третьтория вот показана, как он летит. Здесь понятное. Довольно я сильно, кстати, я бы сказал, отход. Делаю по высоте 25 метров, 25 метров, 25 метров. Варик вверх, вверх. Ну, я смотрю, что мы в царай не летим. Да не, ну, мы по-любому вышли. Так, вот уже не видно. Телефон, видно, точечка. Телефон. Тогда показываю этот момент. Он завис, и вот здесь он должен 10 секунд у нас и провисеть. Это вторая точка. Развернулся. И переходим на следующую точку маршрута. Телефон. Продолжение следует. Вон я почти достиг уже, пока я перейду. Так, это тренинг тоже маршрута. Вот здесь, наверное, сработал вот эта вот задержка, которую попросят не съездить. Так, и пошел маршрут. Пошел маршрут дальше. Сейчас перепрызти хочу. А он уже за нами. Не-не-не, не волнуйся, он сейчас полетит обратно. Висит. Сейчас он поехал по задному маршруту. Не-не, не волнуйся, да? Мне кажется, что мы его зациклили, надо идти по кругу. Видишь, он теперь будет по маршруту, а там, наверное, бесконечно гулять. Я тут опять вам припакал кнопку, надо сказать, да? Я нажимаю на кнопку. Да не надо. А, ты так нажмишь на кнопку? Да, на кнопку, да. И на кнопку. У него режим вот этот ГУГА и стоит. У него режим играть по кругу. Вот реки 14.7, в принципе, можно уже возвращать его. Да, он зацепился по кругу. Тогда просто сейчас Виктор нажимает на аппаратуре. Возврат домой. Ну, вот, делаю магические движения. Перевожу Аборт Мишин, перевожу его. Вот, видно, что он здесь. Выходишь обратно. И теперь делаю стендбай и ГУГХОМ. Вот, видно, что он наградился. ГУГХОМ на высоте 60 метров. Он не откровился. Напряжение на бортовой 4.6. Может включить. Может включить эти приборы, кстати. Инструмент БОР называется. Вот, где показываются все данные. И вот, наш носитель поднялся на 60 метров и развернулся. Развернулся и режет его переду. Это очень страшно. Он нашел свою домашнюю точку. Подумает немножко. Начинается спуск. Довольно резко, да. Кстати, да, ровно 20 по приборам. В общем, и КОМ выключился. КОМ выключился, поэтому летим в ручном режиме. Ладно. Вот он у нас садится. Вот эксперимент, можно считать, завершён. Компьютер просто села батарейка, поэтому он и выключился. Включился, потому что, когда мы садились в машину, мы забыли ставить разведку. Сейчас заряд пошёл. Вот такие вот они, беспилотники. Включился. 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 Включился.